Приветствую, друзья! Это канал Анатомка. Канал о телесном устройстве. Тема сегодняшнего урока – полусухожильная мышца. Мускулюс семитендинозус. Данная мышца представляет собой заднюю группу мышц бедра. Длинная, тонкая, располагается ближе к медиальному краю задней поверхности бедра. Наружная сторона ее граничит с двуглавой мышцей бедра, мускулюс бицепс фэморис. Внутренняя граничит с полуперепончатой мышцей, мускулюс семимембранозус. Проксимальная часть прикрыта большой ягодичной мышцей, мускулюс глютуус максимус. В средней части мышца иногда может прерываться косо-идущей сухожильной перемычкой. Примерно вот на этом уровне. Это так называемая интерсекция тендинея. Данная мышца начинается от седалищного бугра. Обращаем внимание на место начала данной мышцы, пунктум фиксум. Направление волокон вниз. Далее мышца переходит в длинное сухожилие, которое огибает медиальный надмышелок бедренной кости. И следует к передней боковой поверхности большеберцовой кости аккурат к большеберцовой бугристости. Следует отметить, что часть концовых пучков сухожилия вплетается в так называемую фасцию голени. Также важно отметить, что сухожилия мышцы у места своего прикрепления вместе с сухожилием тонкой и партняжной мышцы мускули сарториус и грацилис образуют так называемую поверхностную гусиную лапку. Пес ансериус суперфатсиалис Что касается функций полусухожильной мышцы, то важно понять следующее, что относительно тазобедренного сустава функция данной мышцы будет не что иное, как разгибание бедра. По коленному суставу можно увидеть две функции. В данном случае мы видим сгибание голи и внутреннюю незначительную ротацию голени. И еще раз взглянем на сгибание голени. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Это будет способствовать появлению новых роликов. До встречи!